ВМВР, в таких странах Украина и Молдова, также есть коллеги, которые отвечают за Азербайджан, Белоруссию и Грузию. Вот, они тоже присутствуют. Что хочу сказать. Замечательная новость. ВМВР в своем канале теперь сделал доступным Велоклауд. Мы как дистрибьюторы, соответственно, можем для своих заказчиков и партнеров поставлять. Решение, ну, подробнее решение, естественно, расскажет Александр Кренев. Мы, в свою очередь, заказали демо-оборудование, которое сможем по запросу предоставить вам, как заказчикам, которые хотят попробовать, поэкспериментировать, пощупать, что это такое, какие у бенефит он дает. Вот, по вопросам лицензирования и так далее, вы можете обратиться к партнерам, которые в итоге, в свою очередь, обратятся уже к нам, так как мы все равно напрямую с заказчиками договорных отношений не ведем, ну, финансово-хозяйственных. Вот, значит, что ж, не буду как бы затягивать, давайте погрузимся поглубже, что такое Велоклауд и что он нам дает, какие преимущества. Александр. Да, Алексей, спасибо. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Кренев, я представитель компании Vmware, если точнее, бизнес-юнита Велоклауд внутри Vmware. Я отвечаю за развитие бизнеса и продажи нашего решения в Восточной Европе, России, СНГ и Израиле. Соответственно, до этого несколько лет Vmware отвечал за развитие бизнеса NSX. Наши программно-определяемые сети для центров обработки данных. И сегодня вам расскажу про сценарии использования технологии SD-WAN, которые, как мне кажется, могут быть актуальны для компаний в нашем регионе. Если у вас будут вопросы технические или организационные, задавайте в чате, лучше всего в режиме Q&A, чтобы вы могли потом все это спокойно увидеть. Прежде чем говорить о сценариях, нужно, наверное, напомнить, что такое SD-WAN и какие возможности технически эта технология предоставляет. SD-WAN – это технология из класса программно-определяемых сетей. Собственно, сначала появился SD-WAN, а потом уже, наверное, SD-WAN. И если кому-то интересно академическое определение, то в целом любые software-defined технологии в плане сетей определяются, в первую очередь, разделением на уровни data plane, control plane и management plane. То есть уровень управления сетью отделяется непосредственно от устройств, которые занимаются обработкой пакетов, forwarding. Это позволяет существенно повысить масштабируемость сети, улучшить управляемость и оптимизировать возможность по модернизации сети. То есть если раньше для того, чтобы какие-то новые функции добавить, требовалось железо менять, то в современном мире сетевое оборудование, сетевые сервисы все больше следуют некой коммодизации. В частности, наше решение построено на апплайенсах на архитектуре x86. То есть все переходит в софт, все большую роль играет именно программная технология и программные решения. Собственно, технология SD-WAN от VMW обладает четырьмя, наверное, ключевыми возможностями, которые отличают ее от классической, как это говорят, лего-сети. В первую очередь, это независимость от транспорта или виртуализация каналов связи. Это возможность объединения и использования всевозможных каналов связи. Все, что вы сможете найти, можно использовать. Это могут быть и какие-то L2-каналы, L3-VPN-каналы, спутник, LTE, 3G, все что угодно. Можно использовать все вместе. Раньше тоже можно было использовать все вместе, но для каждого канала требовалась отдельная какая-то ручная настройка. Здесь за счет наличия централизованной системы управления конфигурацией доступна автоматизация этого этапа. И при добавлении новых каналов связи, например, в модем, подключили в роутер, он автоматически обнаруживается, замеряется скорость, характеристики канала. И, собственно, эта емкость, пропускная способность добавляется в общий пул. Вам не нужно тратить время на ручные и точечные настройки. VPN настраивается автоматически. Вы задаете общие правила и политики. Например, хотите IPsec VPN, чтобы вот с такими-то параметрами был, и дальше все настраивается автоматически. Вам не нужно никакие сертификаты выписывать, пришерть, ключи настраивать. Этим всем занимается централизованная система управления. Подключение организовывается защищенным образом. Как с точки зрения надежности, вы получаете всегда доступный филиал. Если у вас подключено два и более каналов, то SLA будет близок к 100%. Выше, чем вам сможет дать любой сервис-провайдер по отдельности. Помимо этого, за счет использования достаточно мощной аппаратной платформы, система имеет встроенные сервисы безопасности, такие как межсетевой экран с контролем состояний и с распознаванием приложений. Помимо этого, можно добавлять сервисы безопасности от наших партнеров, то, что называется сервис-чейнинг. Поскольку VMW – это компания, которая занимается виртуализацией, то запускать виртуальные машины мы прекрасно имеем. Соответственно, наше устройство, вот это, наверное, звучит немного необычно, но я вам потом покажу, какое оборудование теперь VMW предлагает. Собственно, наше устройство позволяет запускать виртуальные машины от партнеров для, собственно, расширения функциональности. Использование всех каналов возможно было и раньше, но, как правило, использоваться мог только один канал для одной какой-то сети, и переключение занимало секунды в лучшем случае. Как правило, это десятки секунд переключение между каналами занимало. В мире SD-WAN, по крайней мере, у VMW, использование всех каналов – это стандартная функция. Даже для одного приложения задействуется несколько каналов, происходит увеличение производительности. В случае ухудшения качества происходит бесшовное переключение. То есть вам абсолютно и вашим пользователям для них становится абсолютно прозрачным и незаметным все вот эти моменты, связанные с переключением на резервный канал, с добавлением каналов. Это абсолютно происходит бесшовно. Агрегация каналов позволяет существенно повысить экономическую составляющую, здесь улучшить, и за счет, по сути, переиспользования уже существующих бэкапных каналов существенно расширить полезную пропускную способность. За счет использования централизованной системы управления появляется возможность уйти от точечной настройки. Вам не нужно каждое устройство по отдельности конфигурировать. Все настройки выполняются через единый графический интерфейс, если с технологиями VMware знакомы, вы знаете, что мы умеем делать достаточно неплохие графические системы управления, веб-бейст. Соответственно, сетью теперь можно управлять точно так же, как будто бы развернуть виртуалку, так и настроить там новую сеть в филиале. За счет технологии Zero-Touch Provisioning больше не нужно настраивать устройство в офисе перед отправкой филиал. Вы получаете устройство, направляете его от интегратора, от партнера, со склада прямо сразу в филиал. Его не нужно перед этим ввести в офис, заливать на него какие-то конфиги. Абсолютно новую железку в коробке, не распакованно, отправляете в филиал. Специалист с базовым уровнем технических навыков может это устройство включить в сеть и активировать, следуя вашим инструкциям, я имею в виду инструкциям специалистов. Для настройки сети больше не требуется командная строка. Можно полностью все сделать на основании, используя графический интерфейс. Если вы хотите автоматизировать сеть максимально, то доступен RESTful API. Можно что угодно автоматизировать, было бы время и желание. Архитектура нашего решения имеет три основных компонента. Сами маршрутизаторы – это устройства SD1 Edge, которые устанавливаются в филиале и, как правило, в дата-центре. Если вы строите сеть по классической архитектуре Hub & Spock, то Hub является обычное устройство в дата-центре. Оно более мощное и терминирует на себе оверлейные тоннели от филиальских устройств. Второй компонент – это Control Plane. Это виртуальные машины, которые называются VeloCloud Gateways. Они могут быть развернуты либо в вашем COD, либо предоставлены как сервис, как SaaS из облака VMware, либо также предоставлены как сервис, как SaaS из облака наших партнеров-сервис-провайдеров. Gateway выполняет функцию Control Plane, как я уже сказал, собирает информацию о маршрутах со всех филиалов со всей сети и далее распределяет ее, распространяет на те устройства, где в соответствии с политиками эти маршруты должны быть. Если появляется новый канал связи в каком-то филиале или появляется новая сетка, вы там VLAN настроили, то эта информация сразу же попадает на Gateway. Далее она распространяется на те устройства, где это требуется. Внутри сети отдельно маршрутная информация между устройствами не передается. При этом динамически все маршруты обновляются за счет централизованного Control Plane. SD-WAN строит своего рода оверлейную абстрактную сеть поверх всех каналов связи. Здесь вы можете увидеть то, что называется SD-WAN оверлей. И на основании определенных вами политик, приоритизации приложений, политик настройки, собственно, вся сеть работает. Управление непосредственно осуществляется с использованием системы, компонента, которая называется VELOCLAUD Оркестратор. Это либо виртуальная машина, которая разворачивается в вашем СОД, либо SaaS, то есть как сервис из нашего облака, либо из облака локального сервис-провайдера. При использовании нашей инфраструктуры или сервиса от локального телекоммуникационного сервис-провайдера можно также использовать очень интересную функцию наших гейтвеев, которая позволяет получить все преимущества SD-WAN, связанные с объединением каналов, с приоритизацией, с балансировкой нагрузки для доступа к облачным сервисам. При использовании наших гейтвеев вы получаете доступ к распределенной сети облачных шлюзов по всему миру, и они позволяют, например, агрегировать каналы, корректировать ошибки при доступе к сервисам вроде Office 365, Zoom, Skype, все что угодно. Это уникальная особенность нашего решения, больше ни у кого таких гейтвеев нет. При использовании сервиса от локального сервис-провайдера вы получаете все те же самые фишки и улучшения при доступе к тем сервисам, которые, например, развернуты в вашей стране. Аппаратное устройство, которое используется для построения сети, и представляет из себя апплайенсы, выполненные на процессорной архитектуре x86. Устройства поддерживают производительность, обеспечивают производительность даже младшей модели до 200 Мбит в секунду. Это включает в себя функциональность VPN, распознавание приложений, фаерволлинга, в общем, все функции решения. Устройство старшей линейки, это 3000-2000 серия, поддерживает до 10 Гбит. Если вам нужно получить суммарную производительность выше, то поддерживается кластеризация, горизонтальное масштабирование, и можно построить сеть хоть на 20-30 тысяч филиалов. Кстати, по нашим данным, два крупнейших в мире развертывания SD-WAN выполнены на нашей технологии. Это более 15 тысяч филиалов в одной инсталляции. Устройства 500-й серии, выполнены, в частности, 510-я модель в форм-факторе без вентиляторов, то есть пассивное охлаждение, и таким образом обеспечивается очень высокий срок службы, поскольку нет движущихся частей, то, собственно, там и ломаться нечем. Устройства старшей серии, это 620-й, 540-й, 640-й и далее, имеют уже систему охлаждения, поскольку производительность достаточно высокая, пассивность здесь не получится охладить. Как вы видите, здесь есть значок VNF Ready. Это означает, что данное устройство поддерживает запуск виртуальных машин с дополнительными сервисами. Также имеется одна модель с встроенным LTE-модемом, это 510 LTE. Рассмотрим одну из наших, наверное, ключевых инноваций, которая называется Dynamic Multipath Optimization. Это технология объединения агрегации каналов, динамической балансировки между ними и контроля качества. Собственно, три ключевых функции, которые обеспечивает технология Dynamic Multipath Optimization или сокращенно DMPO. Во-первых, это постоянный мониторинг качества каналов. В отличие от классических сетевых решений или других SD-WAN решений, где требуется настраивать различные SLA-пробники с помощью ICMP либо каких-то HTTP-запросов, нужно указывать, какой будет использоваться сервер для пингов или запросов, у нас обеспечивается контроль качества и замеры вместе со всеми передаваемыми данными. То есть между устройствами сети передаются, летят пакеты, и вместе с ними за счет служебного заголовка система замеряет, какое время прохождения пакетов, дошли пакеты или потерялись, и не было ли расхождений во времени при доставке, то есть не было ли джиттера. Работает это по всем направлениям для динамических тоннелей, для статических тоннелей, по всем путям. В случае, если показатель качества канала ухудшилась, то система включает динамическое перенаправление. Поскольку алгоритмы для перенаправления у нас работают на уровне отдельных пакетов, в отличие от классических перфлоу-решений, то мы можем перенаправлять сессии без разрыва между каналами, и в течение одного срока, одного сеанса работы приложения сессия может быть направлена по нескольким каналам, потом обратно перенаправлена, это все совершенно происходит динамически для достижения максимального качества работы приложения. Если у вас нет четырех каналов, как на данной схеме, а доступен всего лишь один, то система может даже для одного канала обеспечивать улучшение качества за счет технологии корректировки ошибок или Forward Error Correction. Если доступно несколько каналов, то система будет выбирать, какой из них лучше, и если качество ухудшается, корректировать его. Рассмотрим чуть подробнее иллюстрацию, как работает эта технология для трех основных типов приложений, которые встречаются в корпоративных сетях. Это приложения реального времени, голос, видео, транзакционные приложения, обычно это различные бизнес-сирэм-системы, веб-приложения, и приложения класса Bulk, это передача файлов, бэкапы, репликации и так далее. Начнем с реал-тайм-приложений, это самое важное в корпоративных сетях. В данном примере у нас есть филиал, удаленный офис, есть центральная площадка и подключение организовано двумя каналами связи. Один из них выделенный, IPVPN, MPLS-канал, второй какой-то интернет. Начинается телефонный звонок. Система провела оценку качества, и на данный момент канал MPLS обеспечивает лучшие показатели качества. Вот у нас полетели пакеты, звонок пошел. Вдруг качество MPLS-канала ухудшилось, где-то возник затор у оператора, где-то что-то перегрузилось. Система моментально, без разрыва сессии, переключит этот звонок на другой канал. В данном случае интернет в этот момент времени обеспечивает качество лучше. Но вдруг на интернет-канале качество тоже ухудшилось, какие-то пакеты не дошли. Система автоматически, опять же, без разрыва и незаметна для пользователей, включит дублирование передаваемых данных, чтобы сократить потери. Если у вас филиал подключен всего лишь одним каналом, это интернет, да может быть и MPLS тоже иногда грешит потерями. Пошел звонок, потом качество ухудшилось. Та же самая технология дублирования позволит компенсировать эти потери. Я потом покажу результат исследования одного из наших партнеров, которые предоставляют услуги Unified Communications через интернет. По их замерам, даже на потерях 15% на канале все равно было приемлемое качество для телефонии. Рассмотрим теперь транзакционный трафик. Это может быть какие-то приложения CRM, ERP, и основные бизнес-приложения, на самом деле. Также к такому классу обычно относятся электронная почта, корпоративные порталы и так далее. То, что работает по протоколу TCP. Собственно, в случае, если какой-то пакет не дошел, то система не будет в этом случае дублировать передаваемые данные, а просто повторно передаст тот пакет, который не дошел, и с буфера на стороне отправителя. Это позволяет сохранить высокое качество и высокую скорость передачи для TCP-приложений. Клиенты при этом не замечают, что пакет не дошел. Для них это абсолютно прозрачно. Такую технологию использовать для голоса не совсем оптимально, потому что увеличится джиттер. Пакеты будут доходить с разной скоростью. А для транзакционных приложений это абсолютно нормально. При потерях пакетов в пару процентов скорость передачи файлов, скорость транзакции будет сохраняться на высоком уровне. Для приложений класса Bulk самое полезное будет, конечно, увеличить производительность, увеличить пропускную способность. Это может быть передача файлов, репликация, загрузка обновлений, бэкапы и тому подобное. Здесь наше решение позволит агрегировать несколько каналов связи и даже одну сессию, одно приложение пустить по всем доступным каналам. Естественно, если у вас идет небольшой поток данных и достаточной емкости одного канала, то система не будет включать тупой раунд-робин и просто слать пакеты по всем каналам. Вот эта агрегация будет автоматически включаться, если приложению не хватает пропускной способности одного канала. То есть сначала пойдет по одному, потом задействуется второй, потом третий, и суммарно вы получите, например, из трех 100-мегабитных каналов получите почти 300. Конечно же, есть некий overhead за счет использования оверлейного протокола. Рассмотрим варианты приобретения и развертывания нашего решения. Вариант, наверное, самый простой, когда вы получаете устройство, покупаете у классических системных интеграторов, партнеров VMware. Систему управления вы получаете как сервис из облака VMware. при этом помимо оборудования приобретается подписка или лицензия на программную часть, которая в себя включает доступ к системе управления, мониторинга, хранение всей статистики, в общем, полностью все решения как SaaS из облака VMware. Управляете вы сетью самостоятельно, то есть это не какой-то там аутсорс-сервис, у вас свой индивидуальный тенант, изолированный только для вас, и, собственно, можно получить доступ к такой системе управления на следующий день после покупки, условно говоря. Второй вариант – это если вы крупная компания, допустим, есть какие-то ограничения по законодательству, вы не можете использовать облачные сервисы, тогда система разворачивается у вас в дата-центре, вы приобретаете оборудование и лицензии у партнера VMware. Ну, собственно, здесь все достаточно классично. Вариант, на мой взгляд, достаточно интересный. Приобретение SD-WAN как сервис в аренду у сервис-провайдера. У нас уже появились партнеры в Республике Беларусь, в России, у кого можно купить SD-WAN как сервис, включая аренду оборудования, с какими-то небольшими ежемесячными платежами. В этом случае система управления и шлюзы предоставляются из облака сервис-провайдера, и в некоторых случаях можно купить это в виде бандла вместе с каналами связи. И вариант, который достаточно популярен на Западе, но я не вижу там существенного спроса в нашем регионе, это SD-WAN как управляемый сервис, то есть вы получаете некий ограниченный доступ к системе управления, но при этом непосредственно настройками для вас занимается некий сервис-провайдер, аутсорсер, который там доставит устройство, куда нужно, включит там все, а вы платите просто за обслуживание сети. Достаточно популярный подход для международных компаний, у которых офисы в разных странах. Небольшой summary по преимуществам от внедрения SD-WAN. Далее перейдем уже непосредственно к практическим юз-кейсам. Многие компании смотрят на SD-WAN изначально как на способ сэкономить, естественно. Это всегда полезно. Каким образом SD-WAN позволяет сэкономить? В некоторых случаях можно сэкономить на оборудовании. Например, наши апплайенсы на x86-й архитектуре стоят дешевле, чем традиционные корпоративные маршрутизаторы. На каналах связи сэкономить можно каким образом? Многие компании замечают, что покупать выделенные каналы, особенно когда у вас офисы в нескольких странах, далеко друг от друга, совершенно не имеет смысла. Интернет достаточно стабилен в наше время. И SD-WAN позволяет от интернета получить максимум. А если вы еще два канала от разных операторов добавите, то вообще будет качество гораздо выше, чем вы можете получить на IPVPN. Можно снизить затраты с точки зрения эксплуатации. Не нужно выезжать на места, настраивать оборудование. За счет технологии Zero-Touch Provisioning можно сэкономить на эксплуатационных затратах. Следующее направление – это повышение качества и доступности для критичных сервисов через любые подключения. Если в вашей компании планируется внедрение каких-то real-time сервисов, которых раньше не было, то на каналы связи здесь, конечно, тоже нагрузка возрастает, и требования растут. SD-WAN может быть хорошим моментом для внедрения SD-WAN. Централизованное управление и мониторинг качества. На классических сетях нет практически инструментов для детального мониторинга качества работы сети. Вы можете настроить какие-то SLA-пробники, но это все будет достаточно с низким разрешением, и между филиалами для всей сети настроить это практически невозможно, потому что у вас там как это для Full-Nash настроить. Здесь же в SD-WAN по всем путям, по всем направлениям записывается, логируется, какое качество работы канала. Многие, внедрившие SD-WAN, используют это потом для общения с сервис-провайдерами, чтобы потребовать, ну, например, требовать от них компенсации или выбирать сервис-провайдера не исходя из бренда или каких-то других показателей, а основываясь на детальных отчетах по качеству работы. Можете посмотреть, кто работает лучше и, собственно, его услуги покупать. Подключение и отключение новых филиалов за счет технологии Zero-Touch Provisioning, опять же, проходит гораздо быстрее. Если вы планируете какие-то изменения с точки зрения бизнеса, кого-то, какую-то компанию покупаете, отделяете, нужно расширяться, открывать много магазинов, новых офисов, SD-WAN может в этом помочь. У вас не будет привязки к каналам связи, не нужно ждать, пока оператор подведет вам оптику. Берете устройство SD-WAN, включаете два LTE-модема и вперед, офис готов. Быстрая интеграция с облачными сервисами. За счет использования наших облачных гейтвеев можно начать пользоваться сервисами EaaS и SaaS с высоким качеством очень быстро. Если вы планируете миграцию в какие-то облачные дата-центры, это могут быть и локальные сервис-провайдеры, партнеры VMW, это могут быть и гиперскейлеры вроде Google, Azure или AWS. В любом случае вы можете развернуть виртуальный маршрутизатор в этом облаке и использовать все преимущества SD-WAN для связи с ним. Ну и не нужно настраивать сеть через CLI, тоже достаточно приятный бонус. Ну что ж, перейдем к практическим сценариям использования. И начнем с моего любимого, использования нескольких каналов. Любимый он, потому что самый простой. И можно, собственно, оценить разницу достаточно быстро. Подключение нескольких каналов без SD-WAN сопряжено с определенными сложностями и трудностями. Без SD-WAN во многих офисах вообще только один канал связи. Если нужно подключить второй, как резервный, то уровень сложности возрастает экспоненциально практически многократно. Как настроить это резервирование? Появляется сложная маршрутизация. Появляется, нужно как-то SLA настраивать. И во многих компаниях, особенно небольших, найти специалистов, которые это сделают, достаточно сложно. Оборудование может потребоваться классом повыше уже. Другая сложность, даже, наверное, с точки зрения именно управления сетью, самое серьезное – это переключение ручное. Если канал не полностью упал, а качество ухудшилось, что часто бывает на интернет-каналах, например, у оператора там где-то перегруз и потери там в несколько процентов. Как это отследить? На классической сети нет инструмента для… чтобы это отследить достаточно быстро и просто. Главный здесь инструмент – это пользователи звонят и жалуются, все тормозит. Это не самый лучший сценарий для ИТ-руководителя. Пользователи жалуются, может быть, они там по своей бизнес-линии жалуются. А что делать? Как это у большинства компаний работает? Начинаются жалобы, администраторы подключаются к устройству и вырубают плохой канал. Либо просят кого-то в офисе пойти кабель отключить. Такое тоже бывает, слышал от многих заказчиков. В итоге это приводит к тому, что производительность ограниченная, канал связи всего один, а второй, если есть, он не используется. Отказа устойчивости либо нет, либо она очень такая условная. И за канал это платите за все, даже если у вас используется только один. Создаванно что получаете? Возможность использования всех каналах. Суммарная пропускная способность. За что платите, то и получаете. Каналы можно менять, добавлять на лету. Для этого не потребуется перенастраивать все там эти туннельные адреса какие-то. Система достаточно умна, чтобы хотя бы VPN за вас настроить. И каналы связи могут быть разные, разных типов, от разных операторов на разных площадках. Вам не нужно здесь выбирать того, кто вам сможет подвести все везде. В результате вы получаете отказоустойчивость, действительную, техническую, на уровне технологии, а не абстрактный какой-то SLA в контракте. Расширение емкости может быть автоматическим. Вы просто добавили USB модем, и у вас получилась дополнительная пропускная способность. То же самое с проводными каналами. SD-WAN позволяет вам упростить подключение нескольких каналов за счет следующих возможностей, встроенных. Автоматическое определение провайдера и качество и характеристики канала. Автоматическое замер скорости. Для того, чтобы чего-то там балансировать, нужно понимать, сколько ресурсов есть. Технология DMPO, как я уже вам рассказал ранее, позволяет эффективно использовать каналы с разным качеством, тем не менее, сохраняя SLA, сохраняя качество для приложений, учитывая их особенности. Для реалтайма одна технология, для транзакционных другая. И это все работает автоматически, и не нужно тратить часы на настройку каких-то там алгоритмов и политик. Сложность настройки для классических сетей, ну, известно, да, требуется там парочку CCI привлечь, чтобы на большую сеть это все настроить. Уж если вкос удаляться, то это вообще кошмар. С SD-WAN-ым автоматический выбор каналов автоматическое построение VPN, настройка на уровне политик, позволяет вам достаточно быстро построить очень сложную сеть. Переходим к следующему сценарию. Скажем так, группа сценариев повышения производительности для приложений. Мой любимый пример и сценарий связан с использованием телефонии через интернет. Если пробовали, знаете, это непредсказуемо. качество здесь выдержать никак невозможно. О каких тут SLA идет речь. Поэтому при использовании SIP-телефонии, IP-телефонии обычно подводят MPLS-каналы, IPVPN выделенный, в надежде, что это позволит дать качественную связь. К сожалению, то, что написано на бумажке, далеко не всегда выполняется в реальности. Но SD-WAN может вам в этом помочь. При внедрении SD-WAN на двух интернет-каналах вы получаете максимальное качество для телефонии. Можно при этом использовать и MPLS-каналы, и интернет все вместе. Главное, в случае каких-то проблем вы узнаете об этом за счет отчетов, за счет алертов, оповещений, до того, как пользователи начнут жаловаться, что у них звонки обрываются. Если вы предоставляете сервис для колл-центра, например, для контакт-центра, где десятки и сотни сотрудников одновременно пользуются телефонией, то для такого офиса SD-WAN просто обязателен. По данным внедрению наших заказчиков в СНГ при переключении на SD-WAN перестали звонки обрываться. Качество повысилось сразу же на следующий день. Это заметно, и можно быстро показать бизнесу разницу и обосновать внедрение SD-WAN. Пример, о котором я упоминал ранее, тестирование с помощью различных эмуляторов потерь до телефонии от нашего партнера-провайдера RingCentral, достаточно известная на Западе компания, которая предоставляет услуги Unified Communications as a Service. Они, по-моему, выходцы из России изначально. При 15% потерь сохраняется приемлемое качество. Здесь можете увидеть в левой части, как падало качество при росте потерь. Синенькая линия – это без SD-WAN, оранжевая – это с SD-WAN. То же самое справа на другом канале, на другом типе связи. Здесь сравнивалось DSL и кабельное подключение от разных провайдеров. Даже при 15% потерь сохраняется MOSS выше 4. То есть можно пользоваться. Следующее достаточно важное приложение для многих клиентов VMware – это Horizon VDI. За счет того, что SD-WAN и VDI от одной компании, естественно, это работает вместе совершенно замечательно. Наш SD-WAN продукт распознает Traffic Horizon. Естественно, встроенный DPI-движок это умеет делать. Есть встроенные сигнатуры для Horizon, для различных протоколов. Таким образом, система может обеспечивать корректную приоритизацию, если, например, используются в филиале или у клиента разные приложения, они могут конфликтовать за полосу пропускания, за каналы. SD-WAN позволит это все корректным образом приоритизировать. Одной из, наверное, причин, почему некоторые компании скептически смотрят на VDI, заключается в том, что все зависит теперь от каналов связи. Как вы переведете весь офис на VDI, если у вас при обрыве канала связи никто не может работать. С SD-WAN обрыв практически невозможен. Вы можете всегда добавить резервный канал. Это может быть беспроводной LTE, какой-то 3G канал, это может быть несколько проводных каналов. И таким образом доступность будет постоянной. С точки зрения эксплуатации появляются новые инструменты диагностики и то, что называется видимость, ну, в общем-то, мониторинг качества работы. Вы можете быстро определить, с чем связаны жалобы пользователей. Может быть, там канал стал настолько плохим, что уже даже SD-WAN не справляется. Хотя на самом деле в подавляющем большинстве случаев вы жалоб больше от пользователей не получите, потому что все будет работать идеально. Если доступно несколько каналов связи, то можно увеличить производительность. например, для больших офисов часть пользователей пойдут по одному каналу, часть по другому, и все это будет прекрасно вместе балансироваться и работать. Можно использовать SD-WAN вместе с Horizon как при развертывании в своем цоде, когда у вас все у себя так, и при использовании более современного подхода десктоп из-за сервис, когда вы берете VDI из какого-то облака. Наверняка слышали, VMware предлагает такое решение по нашему облаке VMC on AWS, то же самое есть в Azure и у локальных сервис-провайдеров. Следующий пример достаточно интересный и актуальный в наше время, это использование SD-WAN для удаленной работы из дома. Может быть актуально для ключевых сотрудников, для руководителей, многие работают из каких-то совсем удаленных бункеров, скрываясь от пандемии. Многие с коттеджей работают, где каналы связи не такие хорошие, как в крупных городах. Также это будет актуально для сотрудников, которые часто пользуются аудио-видео как связью, для сотрудников колл-центра, например. Все фишки SD-WAN по улучшению качества балансировки агрегации каналов можно прекрасно использовать и при работе из домашнего офиса. Отличие домашнего офиса от реального в том, что есть еще и другие пользователи, которые обычно не бизнес-приложения используют. Это стриминги, игры и тому подобное. Если у вас канал в гигабит, ну, все хорошо, наверное, полосы всем хватит. Но если канал достаточно небольшой, то приоритизация для бизнес-приложений конечно будет важной. У нас есть клиенты, которые в марте-апреле заказали тысячи устройств для своих сотрудников, для того, чтобы их обеспечить надежной связью для продолжительной работы из дома. Мы можем предоставить устройство на пилот, на тест, да, если интересно, обращайтесь к партнерам, к дистрибьютору, мы можем оперативно это все протестировать. Вот. Собственно, сотрудники BMW ключевые работают через устройство SD-WAN уже несколько месяцев. Следующий сценарий это подключение к облакам. Как бы мы не хотели это отрицать и сопротивляться, но облака все-таки уже здесь и все больше и больше компаний их используют. Облака могут быть разные, все мы сейчас к Zoom подключены, облачный SaaS, сервис видеоконференции, да, то же самое Teams, различные сервисы коллаборации, файловый обмен, прекрасно знаете. Если говорить про облака EAS, да, то там, как правило, требуются более производительные каналы связи и достаточно надежные. При использовании, при подключении к Azure или AWS доступны услуги, предложения от них по прямому подключению, по выделенным каналам, то, что называется Direct Connect или Express Route, которые достаточно дорогие и позволяют подключить только центральный офис. Использование SD-WAN дает вам несколько опций, несколько вариантов для подключения к облачным сервисам, будь то инфраструктура как сервис EAS или SaaS сервис. Для подключения к EAS самый, наверное, простой и понятный вариант это развернуть виртуальный Edge в соответствующем облаке. Наши виртуальные марштизаторы доступны во всех ключевых маркетплейсах, да, это и Amazon, это и Microsoft, это и Google, и Alibaba, и может быть что-то еще, уже постоянно что-то новое добавляется. Если вы используете локальное облако, например, от облачного партнера VMware, вы можете развернуть виртуальный Edge внутри vCloud директора или просто на ESX или на KVM в OpenStack и на чем угодно. И получить объединение каналов, балансировку нагрузки, все фишки SD-1 для подключения к облаку. При этом ваш облачный дата-центр становится полноценным участником сети. Вам от филиалов, например, через центр, где у вас был VPN-канал, выделенный до облака. Вы можете напрямую из филиалов всего в три клика включить VPN до облака в том числе. И трафик пойдет напрямую без лишних задержек и в итоге с максимальным качеством. Второй вариант подключения это построение IPsec-канала, когда вы не разворачиваете виртуальный Edge в облаке, а используете стандартный IPsec-VPN. Можно построить IPsec-VPN от маршрутизатора в центре, можно его построить от нашего облачного шлюза. То же самое доступно при использовании SD-1 как сервис от местного сервис-провайдера. Третий вариант это такой наверное самый универсальный. Если вы используете SaaS-сервисы, то также можно использовать наши облачные шлюзы и пропускать через них трафик до SaaS. В этом случае вам будет доступна агрегация каналов, например, закачка файлов Amazon S3 пойдет сразу по нескольким каналам. В случае потерь каких-то проблем на канале они будут корректироваться потому что от наших филиальских устройств до Gateway строятся те же самые оверлейные тоннели с технологией DMPO. Как я уже говорил, у нас доступны шаблоны наших виртуальных машин во всех ключевых облаках. Это является прекрасным решением если у вас используется одно-два облака. Если вы используете много облаков, то подключение через Gateway будет более актуальным. Следующий сценарий или направление применения это упрощение или модернизация инфраструктуры филиалов. С какими сложностями все мы сталкиваемся при модернизации сети филиалов? Есть три подхода как поменять оборудование или что-то модернизировать. Первое это настроить все в офисе и отправить потом на места. Это большое количество ручных настроек разлить все эти конфиги. Логистика здесь чуть сложнее. Нужно устройство сначала в одно место привезти, потом еще куда-то. Если вдруг что-то настроили не так, а устройство уехало, то потом будет довольно сложно перенастроить. Другой вариант это отправить квалифицированного инженера в филиал для подключения настройки. Но здесь проблем классические. Нет специалистов, нет времени, это дорого, потому что командировки, выезды и так далее. Ну и третий вариант это надеяться на то, что на месте будет толковый сотрудник и можно будет ему по телефону объяснить, как зайти в терминал конфигурационной циски и как там настроить VPN, что вряд ли конечно сработает. Риск ошибок сохраняется и подходит только для совсем простого оборудования, если у вас в филиале используется совершенно простой какой-то муштизатор. Если там несколько устройств, появляется еще и фаервол и муштизатор, то естественно здесь уже надо ехать инженером, что опять упирается во время и в деньги, особенно сейчас. Технология Zero Touch Deployment в свою очередь позволяет выполнять настройки подключения филиалов без предварительного какого-то стейджинга устройство новое из коробки отправляется прямо в филиал. Не требуется выезд квалифицированного инженера, причем это работает не только для первичного запуска, но что может быть еще важнее в случае, если что-то сломалось. Например, ну не знаю, устройство затопили, там еще что-то, нужно поменять маршрутизатор. Что делать? Отправляете новое устройство нераспакованное филиал, человек на месте подключается со своего телефона по Wi-Fi к новому устройству, кликает на волшебную ссылку, и оно подхватывает всю конфигурацию, которая раньше была на старом вышедшем устройстве. Это вариант настройки с нажатием на специальную активационную ссылку, позволяет без предварительной настройки запустить устройство как со статическими каналами, со статической адресацией на one-интерфейсах, так и в случае, если там DHCP используется. Если в филиале доступен, имеется в виду канал с DHCP, то возможна пуш-активация, когда устройство, получив DHCP-адрес, постучится на сервер активации и дальше будет перенаправлено на нужный оркестратор. Большинство внедрений и активации у нас проходят по первому пути, когда нажимают на ссылку, потому что, как правило, статические адреса используются в компаниях, имеются на каналах связи. Для использования вот этого варианта подключение никаким интернет-облакам не требуется и полностью вся активация может быть выполнена на приватных адресах, вообще в изолированной от интернета сети. Следующий сценарий это повышение общего уровня безопасности. Мортизаторы SD1 Edge имеют встроенный межсетевой экран. Это Stateful Firewall с распознаванием приложений. Можно настраивать правила на основании всевозможных критериев от L2 до L7 и, например, заблокировать доступ к торрентам со всех филиалов. В три клика меняем правила, везде это разливается. Если вам нужна продвинутая безопасность или вы используете какой-то уже используете межсетевой экран класса NGFV в своем цоде или в каких-то офисах и вы хотите сохранить политики управления политиками именно на этом Firewall то можно развернуть виртуальные Firewall на наших маршрутизаторах и подключить их в общую систему управления. Поддерживаются Firewall от Palo Alto Networks, Checkpoint и Fortinet. Если у вас большие филиалы, где есть какая-то серверная инфраструктура, то можно использовать подход с таким мини-SDDC, когда разворачиваются различные сервисы, включая SD-WAN как виртуальную машину на существующих серверах с ESX или с QM. Поддерживается и то, и то. С точки зрения возможностей встроенного Firewall он отличается базовыми возможностями по защите от сетевых атак, соответственно, фильтрация на уровне приложений, он stateful, с логированием, то есть можно все журналировать, управление на основании политик. Какие функции могут быть относятся к продвинутой безопасности, над чем мы пока еще работаем, это полноценная URL-фильтрация, антималвейер, песочница и так далее, IDS, IPS. Вот эти сервисы, пожалуйста, используйте из своего цода, разворачивайте виртуальные firewallы, тут есть различные варианты. Пару слов про компанию и положение на рынке. Собственно, на сегодняшний день более 6000 компаний по всему миру используют наше решение, среди них известные бренды, наверное, известные на весь мир, это сеть кинотеатров, это рестораны, ритейл-компании, финансовые организации, как в США, так и в Европе, так и в Азии. Собственно, крупнейшие мировые бренды уже используют наше решение. По данным аналитиков из Гартнер, два года подряд наше решение занимает лидирующее положение по целостности решения, по функциональности и по возможности внедрения, наверное. Собственно, компания и продукт, который мы представляем, появилась в портфеле VMW после приобретения стартапа Велоклауд три года назад, а Велоклауд был одним из первых таких вендоров, из первых стартапов в мире SD-WAN. Компания была основана в 2012 году. С тех пор мы с момента покупки Велоклауд мы работаем над интеграцией с другими продуктами VMW, например, уже доступна интеграция Superiorized Network Insight с Horizon в работе интеграции SNSX. Если вам интересно узнать больше о взаимной работе продуктов, послушать технические сессии, рекомендую вам зарегистрироваться на нашу онлайн-конференцию VMWorld, которая в этом году проходит бесплатно и в онлайн-формате. Все могут поучаствовать наконец-то. Будет в сентябре. И если вам интересно протестировать наше решение, обращайтесь к своим партнерам, к интеграторам, у кого вы обычно покупаете VMW, они прекрасно могут все предоставить. Вот, наверное, и